Шарики отвернула. Дальше мы готовим такую смесь. Мы берем 2 ложки крахмала, 2 ложки муки и сюда добавляем клей-пува и хорошо-хорошо размешиваем. Это нужно сделать, чтобы вазочка была очень-очень плотная. Поэтому первый слой мы будем делать в такой смеси. Хорошо все перемешиваем. Эту смесь хорошо-хорошо наносим на нашу вазочку. Хорошо-хорошо со всех сторон мы ее наносим. Это для того, чтобы вазочка была очень-очень прочная. Поэтому мы добавили крахмал, муку и клей-пува в равных пропорциях. Все намазали. Дальше берем салфеточки. Берем салфеточки и обклеиваем сначала салфеточками тоже этой смесью, а потом уже будем отклеивать газетками. Вот так мы накладываем 3 слоя салфеточек. Потом будем накладывать 3 слоя газет. Я наложила 2 слоя газет. У меня получилось вот таким вот образом. Дальше я буду выкладывать поочередно красиво листочки разного цвета. Буду в ряд. Беру, значит, листочек. Намакиваю в клей-пува. И аккуратненько буду вот так вот клеить. В ряд. Вот в ряд буду вот так вот приклеивать наши листочки. Вот так вот у меня получается. Яркая, красивая, огненная будет вазочка. Я отклеила ее со всех сторон двумя слоями листиков. Получилось очень-очень красочно. Теперь вазочку нужно отправить на сушку на целые сутки. Вазочка наша немножко подсохла. Мне нужна вот эту пленку, которая здесь. Я ее убираю. И дальше вазочка будет сохнуть без пленочки.